шалом гефсиманском саду еще перед самым своим арестом фактически молится о том чтобы не пить чашу если это возможно и если чаша которую он имеет в этой молитве в виду это предстоящие ему страдания и смерть на кресте а традиционное толкование этих слов его этой молитвы именно такое то молитва это в таком случае бросает тень на его отношение к богу на его отношение к воле божьей уже известный ему и на его отношение к страданиям и к смерти тут конечно можно сказать в его защиту что дескать он в общем то не отказывается пить чашу он он только спрашивает может быть если это возможно то не пить ее и в конце концов он тоже заканчивает молитву словами не как я хочу но как ты обращаясь к богу можно также добавить что страдание и смерть и шо совершенно несопоставимы с любыми другими человеческими страданиями со смертью любого другого человека и все это будет совершенно верно действительно так но тем не менее остается вопрос что же означает его нежелание ведь он совершенно ясно о нем заявляет и причем даже не один раз а трижды точнее будет задать вопрос так что это его нежелание явное нежелание пить чашу означает для нас с вами ну ответ конечно очевиден да означает она то что если воля божья тебе известно давно и хорошо причем она тебе здесь настолько хорошо что ты о ней регулярно говоришь своим ближайшим уничтожникам и не просто говоришь о ней о своем твердом намерении ее исполнить несмотря на это в решающий момент оказывается совсем не грех начать переговоры с богом об этой воле его и осторожненько так прощупать почву на предмет того чтобы обойтись малой кровью если так можно выразиться в данном случае то есть нащупать какой-нибудь компромиссный вариант ну в конце концов следует дальше по логике такое рассуждение все мы люди сам господь вот не хотел страдать и умирать так чего же уж от нас грешных требовать напрашивается вывод из всех вот этих вот рассуждений именно такой и традиционные толкование о чаши о том что чаша в этой молитве это страдание смерть откуда она она опирается конечно на слова самого и шо который он сказал еще раньше в евангелии от матфея вы видите сейчас стих на экране а также он говорит об этом в евангелии от иоанна он упоминает чашу которую ему предстоит пить кроме тех проблем которые я укажу уже указал с этим толкованием и соответственно понимаемой молитвой нужно отметить еще несколько проблем во первых просто давайте подумаем что же это все означает если еще не хотел умирать то почему ему нужно было молиться об этом ведь зачем просить отца пронести эту чашу страданий смерти мимо него если он получил от бога власть над собственной жизнью и смертью он получил от отца власть отдать собственной жизни говорит об этом евангелии от иоанна прямым текстом потому любит меня отец что я отдаю жизнь мою чтобы опять принять ее никто не отнимает ее у меня но я сам отдаю ее имею власть отдать ее и власть опять принять ее эту заповедь получил я от отца моего так что бог вообще-то не собирался лишать еще жизни еще был намерен сам отдать собственную жизнь и он умер именно так мы читаем в евангелии от иоанна что он испустил дух добровольно то есть по собственному желанию и так если он имеет полную власть над собственной жизнью и смертью то есть если это все что ему предстоит это целиком и полностью под его собственным контролем то спрашивается зачем молиться обо всем об этом богу непонятно следующая проблема еще никогда не получал от бога отказ в молитве бог всегда отвечал на все его молитвы и всегда давал ему просимые воскрешая лазаря он сказал сам именно это я знал что ты всегда услышишь меня в молитве он сказал это богу и шо учил людей о молитве вообще о молитве веры в частности однако в данном случае все выглядит так будто он получил отказ спрашивается почему что произошло в его отношениях с богом накануне самого ответственного дня его жизни что вызвало некий надлом в отношениях с богом почему бог вдруг отказал ему не дал ему то о чем он его просил может быть у него не было достаточно веры на то что чаша действительно минует его вопросы конечно совершенно крамольные но абсолютно необходимые в третьих давайте подумаем как в свете всего вышесказанного звучат слова и шоу об ученичестве он говорит если кто хочет идти за мной отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной ибо кто хочет душу свою сберечь тот потеряет ее а кто потеряет душу свою ради меня тот обретет и и если ты хочешь избежать креста какое моральное право ты имел призывать своих последователей нести крест свой если ты сам хочешь сберечь свою жизнь то не рискуешь ли сам и потерять ее при этом по собственному же учению если смотреть а если ты рискуешь то как тебе после этого верить что ты за учитель в четвертых ты говоришь одному из своих ближайших учеников неужели мне не пить чаши которую дал мне отец стоп ты же только что молился о том чтобы эта чаша тебя миновала как у тебя язык поворачивается произнести такие слова после этих трех молитв где у тебя совесть у тебя вообще есть я понимаю что это совершенно крамольные вопросы но вопросы-то напрашиваются ну и в пятых если еще так боялся предстоящих ему страданий то почему его апостолы апостолы радовались тому что их побили то есть высекли за проповедь евангелия почему стефан первый из его учеников принявший мученическую смерть за веру делает это без колебаний и молитв о том чтобы чаша мученичества миновала его единственная его молитва перед смертью за побивающих его камнями о том чтобы бог не вменил им этот поступок в грех и почему павел тоже говорит что хочет быть узником и готов умереть за имя ешуа почему более поздние мученики за веру как правило не пытались избежать мученической смерти а некоторые даже искали ее если почитать историю ранней церкви вот все вот эти а возможно и другие вопросы остаются без ответа если чаша которую еще не хотел пить в гефсимане это его страдания и смерть о другом возможном понимании чаши и соответственно этой троекратной молитвы в гефсиманском саду мы поговорим через неделю спасибо шалом а